Здравствуйте, дорогие дети, а также их родители. У нас сегодня занятие по развитию связанной речи на тему пересказ рассказа Ушинского «Смелая ласточка». Итак, внимание на экран. Ребята, отгадайте загадку. Она под крышами живёт, гнездо своё из глины вьёт. Целый день суетится, на землю не садится. Высоко в облаках летает, мошек на лету поедает. В чёрном фраке лапочка, а зовётся ласточка. Сегодня мы с вами послушаем рассказ Константина Ушинского «Смелая ласточка». Итак, смотрим на картинки и внимательно слушаем. Поведала ласточка историю, которая с ней однажды приключилась. Ласточка-мама учила птенчика летать. Птенчик был совсем маленький. Он неумело и беспомощно махал слабенькими крылышками. Не удержавшись в воздухе, птенчик упал на землю и сильно ушибся. Он лежал и жалобно пищал. Ласточка-мама очень встревожилась. Она кружилась над птенчиком, громко кричала и не знала, как ему помочь. Птенчика подобрала девочка и положила в деревянную коробочку. А коробочку с птенчиком поставила на дерево. Ласточка заботилась о своем птенчике. Она ежедневно носила ему пищу, кормила его. Птенчик начал быстро поправляться. И уже весело щебетал, водромахал окрепшими крылышками. Старый рыжий кот захотел съесть птенчика. Он тихонько подкрался, залез на дерево и был уже в самой коробочке. Но в это время ласточка слетела с ветки и стала смело летать перед самым носом кота. Кот бросился за ней. Но ласточка проворно увернулась. А кот промахнулся и со всего размаха хлопнулся на землю. Вскоре птенчик совсем выздоровел. И ласточка с радостным щебетанием увела его в родное гнездо под соседней крышей. Тебе понравился рассказ? Назови главных героев рассказа. Это ласточка, мама, птенчик и рыжий кот. А теперь вспомни, пожалуйста, и назови слова определения к маме ласточки и птенчику. Какая была мама ласточка? Ласточка смелая, заботливая, умная, ловкая, проворная, быстрая. А птенчик какой был? Маленький, веселый, неумелый, грустный, беспомощный. Молодец! Назови слова действия мамы ласточки и птенчика. Мама ласточка учила летать, заботилась, защищала, кричала, кружила, кормила. А птенчик махал крылышками, упал, лежал неподвижно, пищал, весело щебетал, поправлялся. Молодец! Расскажи, какой был кот и что он сделал. Это домашнее задание для тебя. Послушай внимательно еще раз рассказ «Смелая ласточка», а потом попробуй пересказать его по картинкам. Ласточка-мама учила птенчика летать. Птенчик был совсем маленький. Он неумело и беспомощно махал слабенькими крылышками. Не удержавшись в воздухе, птенчик упал на землю и сильно ушибся. Он лежал неподвижно и жалобно пищал. Ласточка-мама очень стревожилась. Она кружилась над птенчиком, громко кричала и не знала, как ему помочь. Птенчика подобрала девочка и положила в деревянную коробочку, а коробочку с птенчиком поставила на дерево. Ласточка заботилась о своем птенчике. Она ежедневно носила ему пищу и кормила его. Птенчик начал быстро поправляться и уже весело щебетал, водромахал окрепшими крылышками. Старый рыжий кот захотел съесть птенчика. Он тихонько подкрался, залез на дерево и был уже у самой коробочки. Но в это время ласточка слетела с ветки и стала смело летать перед самым носом кота. Кот бросился за ней, но ласточка проворно увернулась, а кот промахнулся и со всего размаха хлопнулся на землю. Вскоре птенчик совсем выздоровел, и ласточка с радостным щебетанием увела его в родное гнездо под соседней крышей. А теперь попробуй сам рассказать этот рассказ по картинкам. Спасибо за внимание!